Хочу сделать информацию о том, что сейчас на территории города Южного там роют окопы под три танка и у меня была встреча сейчас на месте с военными, которые этим занимаются это на территории от Миллениума до профилактория порта на расстоянии приблизительно где-то 150 метров роют окопы под три танка каждый окоп по одному танку это как бы задача поставлена борьбы против десанта с моря такую задачу поставило командование перед теми солдатами, которые сейчас там занимаются поэтому на какое это время делают, неизвестно танки там стоять не будут это будет только вырыты окопы под танки со временем, когда будет отбой по данной задаче эти рвы и окопы будут вырыты поэтому я хотел бы просто обратиться к жителям нашего города, что здесь ничего страшного нет это в плане, я думаю, учебы, военной учебы и здесь никаких военных действий происходить не будет это министерство обороны это идет по линии министерства обороны здесь были высокопоставленные лица военных военного назначения с Украины они были на территории города они как бы прошли по узбережью как бы определились, что вот здесь нужно сделать такие три точки для танков то есть это есть какая-то реальная потенциальная угроза я думаю, что здесь потенциальной угрозы нет чем это вызвано, мне не говорят но есть команда, ее надо выполнять по линии министерства обороны я думаю, что в плане безопасности я думаю, что здесь больше как учение есть информация о том, что нашей армии нужна какая-то помощь нужно ли об этом сказать южницам либо все эти вопросы как-то решены? там практически все вопросы решены осталось только решение вопроса связи потому что военные, которые находятся у нас на погранзаставе они нуждаются в связи, я не знаю, в переносной связи и так дальше поэтому сейчас в этом плане мы работаем вот эти и спорты, и портовые заводы если есть возможность, чтобы им купить такую переносную связь а так в принципе как бы вопрос закрыт а вот насчет военной техники насколько увеличивается ее объем? вот то, что эти танки это под те танки, которые стоят на погранзаставе вот эти, которые у нас есть уже да, те, которые у нас есть в Южном больше здесь танков никаких не предвидится по крайней мере из той информации, которую я сегодня утром получил а количество военных? ну три танка, военных я не знаю сколько-то это увеличится, да? нет, количество военных тоже не увеличится техники тоже не увеличится на данный момент Владимир Николаевич, там передвижение свободное будет для жителей Южного или все-таки ограничено? ну там ничего не будет там вот сейчас, я думаю в течение часа они вырвут треукопы и окопа и уйдут оттуда можно идти смотреть, там ничего не будет там ни техники военной не будет ничего не будет просто будет три рва небольших, не более полтора метра глубина не более полтора метра они говорят где-то от метра до метр двадцать, метр тридцать а есть ли необходимость наш Южный защищать вот какими-то блокпостами еще чем-то? это, я думаю, вопрос не стоит о Южном это на всякий случай, если будут какие-то военные действия не говорят со стороны кого ну там сложно себе представить как может туда техника выйти по этому обрыву там 20 метров это нереально, но задача поставлена военным сейчас я перед ними поставил задачу в том, чтобы нам дали информацию в письменном виде чем это связано? я понимаю, что мы доскональной информации не получим но то, что нас должны ставить в известность о том, что на территории города проводятся какие-то земляные работы, мы должны об этом знать и еще безопасность нашего исполкома и нашего отдела милиции в связи с последними событиями, ну как бы есть ли какие-то меры, которые принимаются по этому поводу? я думаю, что никаких дополнительных мер мы не предпринимаем есть, конечно, там усиление охраны милиции, прокуратуры там закрывают первые этажи, окна и так дальше мы у себя ничего, никаких решеток на окнах, ничего не укрываем я думаю, что до этого не дойдет потому что город Южный, здесь все спокойно, люди работают и я думаю, что людям заниматься политикой просто некогда они больше занимаются производством, занимаются делом работают на нас мы должны помнить и не забывать, что город Южный это город рабочий это те люди, которые каждый день заняты в порту, на заводе Дельта Вильма, на припортовом заводе им как бы митинговать, я думаю, и заниматься какими-то большими политическими гаслами я думаю, что нет времени а если проблема из дне будет? то есть насколько готова милиция в том числе? насколько готова, насколько она готова сегодня предвидеть никто не может никто не может сказать, будет ли вторжение какое-то из дне приедут ли какие-то зеленые человечки надо ли будет нам с ними бороться хоть я вам скажу, что я по городу иду, меня спрашивают обычно ребята, молодые идут, 4 человека и ни с того ни с того скажите, как вы будете действовать, если к нам приедут зеленые человечки? конечно, я ответил, что я думаю, что у нас никаких зеленых человечков не будет потому что им не с кем даже будет здесь заниматься, общаться здесь у нас не проводится никаких митингов даже намерений нет, чтобы как-то штурмовать какие-то государственные объекты и так дальше, я думаю и я даже уверен о том, что в городе Южном будет все спокойно по поводу главных градообразующих предприятий очень интересует жителей Южного как там завод готов, не готов, в каком состоянии вообще? а к чему завод будет готов? завод работает единственное, что сегодня приостановили один эгряд по производству АМИАК но у меня вчера был разговар с Горботковой Лиспанзом был у меня здесь, мы с ним общались, обменялись информацией и он сказал, что завод работает и будет работать по крайней мере несколько месяцев это точно, пока какие-то уладятся вопросы по газу потому что и были договоренности, что получили газ в рельсном направлении с Европы но в последний момент в стране это все переиграли и весь газ будет идти через нафтогаз поэтому, но тем не менее, вопрос на каких-то пару месяцев на сегодня решение спасибо 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 спасибо